Первым делом установим floor generator, скопируем этот файлик, потом расположение файла, дальше plugins и вставить. И теперь, в принципе, уже все готово к тому, чтобы floor generator работал. Теперь нам нужно sweep profile установить, для этого перейдем на script spots. И тут на главной странице можно перейти по ссылке sweep profile. На официальный сайт и скачать. Плагин тоже имеет платную версию. И нам вот этот файл нужно просто перетащить в открытое окно 3D Max. Открываем, собственно, папку там, где у нас этот файлик лежит и перетаскиваем. Да, единственное, нам нужно открыть 3D Max от имени администратора, тогда благополучно установится этот плагин. Открываем от имени администратора, я скопировал путь для того, чтобы запустив установку, указать правильно путь. Вот сюда вставляем путь, Enter. И запустив скрипт, вот уже произошла установка. Дальше Customize. Здесь нам необходимо создать, перейдя в Toolbars, новую кнопку, а в категории выбрать трек. Дальше вот эту строчку Sweet Profile переносим и кнопку ставим на панель. Запустив, видим, что работает. Дальше нам нужно перейти на 3DD, авторизоваться, либо зарегистрироваться. Я сейчас регистрируюсь, достаточно просто. Дальше после этого нам придет на почту, в которой мы указывали подтверждение, подтверждаем. И здесь мы можем как топ-продаж, как и в Pro-модели указать по фильтру, либо Free. Free в сутки дается Free, но они не очень качественные. Pro-модели, конечно, качественные, но они и платные. Я смотрю, скачать что-нибудь еще. Любую модель, которую вы здесь видите, они любая, очень качественная и стоит 110 рублей. Я перешел на свою учетку. Здесь минимум 2 модели можно скачать. Ну, это стандартная процедура покупки в интернете, используя карту. Указываем имейл, телефон. И после этого далее. Приходим на страницу подтверждения. Если у вас стоит подтверждение по телефону, то точно так же вам придет пароль, который нужно будет ввести. Вернемся в магазин. И вот теперь сообщение пришло, что все благополучно куплено. Две модели у нас есть. Можно перезагрузить страницу. Сохранять обязательно на латинице. Сразу подписывайте модели, потому что иначе вам будет потом тяжело найти. И здесь качаем на эту тоже модель. Очень важно назвать все пути на латинице. Все файлы можно по-русски писать, но английскими буквами. Вот здесь в покупках вы всегда можете скачать купленные модели. Заворачиваем экран на всю поверхность. Дальше в линию переходим. Берем линию, зажимаем shift. И внизу в дистанции смотрим какую-то такую планировку. Создаем главное, чтобы она была в масштабе. Так. И замыкаем. Дальше мы используем экструд. Ну, выдавим на 3000. Видим, что нужно применить тут смуз. Группы сглаживания нарушились. И после этого применим edit поле. Но вернувшись на экструд, скинули две галочки capstart и capend. Ну и в edit поле, выбрав сегменты, выбрав connect, создали два ребра. А потом по периметру еще два ребра. Можно использовать slice. Поставив на 900 режущий план, зафиксировав. И второй на 200 точно так же зафиксировав. Так, с этой стороны мы тоже создаем. Ну и вот эти вот полигоны я удалю. Дальше применяем shell. И толщину указываем outer mount. Галочку последнюю ставим, чтобы вся толщина одинаковая была. Проверяем, чтобы у нас вертекс была. Привязка. Включаем привязку. Линию быстро обводим вокруг внешней линии. И окна и двери выберем в каталоге 3D модели Evermotion 109 модель. Иначе будем использовать 0.5 и 0.17. Нужно всегда помнить, что все текстуры из каталога нам нужно скопировать в ту папку, где хранится сцена. И, ну, надо, естественно, и сцена эту сохранить туда же. Подписать на латинице. И теперь можно вставлять модели. Merge. Сразу группируем. Ну, перед группировкой TopBusMuse. Очень важно выключить. И сгруппированную модель ставим в проем. Применяем EditPole. По вершинам расставляем нашу линию, ранее созданную. И конвертируем в EditTablePole. Копируем пол из потолка. Дальше по оси Z разворачиваем. В параметрах объекта ставим BackFaceCool. И расставляем теперь 0.17 модель из того же сборника. Удаляем TurboSmooth. Разворачиваем. Ну, группируем сначала, потом разворачиваем. Применяем EditPole. Дальше по точкам, как обычно, выровняли. Расставили по проему. И теперь вставим вот эту вот модель, которую мы недавно скачивали с 3DD. Так, значит, открываем. И нам нужно... Тут модели сгруппированы. Не очень удобно. Значит, вот. Тогда сгруппируем. Так. И теперь вот то, что мы перенесли, сразу сгруппируем. Только откроем и удалим люстру. Закрываем группу. Группируем теперь и сервант. Ставим его к стене. И основную нашу модель кухни точно так же разворачиваем, зеркалем и ставим в помещение. На виде сверху, подредактировав стену, вписываем в нашу кухню. Так, ну и теперь можно взять слайс в edit поле, выбрав пол. Сейчас я выберу пол. Выбираем пол. И теперь, перейдя на edge, можно двойку просто нажать. Выбираем слайс. Разворачиваем с угловой привязкой. Надо A нажать. И зафиксировав, нажав на слайс. Дальше отdetечили. И, перейдя в режим изоляции, взяли ребро и create shape. Дальше поставим две галочки enable in render, enable in re-apport. В rectangle. Длину и ширину указали нашего сечения. Нажали M. Перешли в редактор материала. Видим, что корона не работает. Можно F10 нажать. Активировать корону. В сцену поставить белый свет. В разрешении поставить 1500 и залочив разрешение, у нас второе значение уже будет пропорционально. Здесь просто применяем черный цвет. Дальше отражение. И после этого применяем флор-генератор. Паттерн на гексагон. Радиус 50 поменьше сделаем. Эти ячейки. Дальше multisub object. Чтобы создать многосоставной материал. Здесь delete. Можно здесь set. Сразу указать сколько наших материалов будет. Стандартное удаляем. Верейхских три сразу с шифтом копируем. И один будет, например, вот такой черный, отражающий. Мы, наверное, удалим вот эти вот. Теперь их ставим в multisub object. Делаем второй серый. Последний и третий. Белый, значит, нечаянно применил материал, вот этот, к потолку. Выделяем потолок, выделяем материал. Нажимаем на применение. И теперь, выбрав наши ячейки, применяем multisub object. И он вот в таком виде применяется. Значит, нам понадобится материал by element. И указываем, что три материала будут в процентном соотношении назначаться. Теперь вторую часть пола берем и используем вот эти вот текстуры. Значит, три составляющих будет. Создали новый материал, применили его. Вот этот цвет будет. Это у нас банк и это рефлект. Вот можно два раза щелкнуть и увидеть. Вот diffuse, там был рефлект, ну и b, bump. Значит, bump мы сразу поменьше ставим. Два раза по отображаемой текстуре, которую хотим отобразить. Отобразить showshaded materialenviaport. Дальше применяем uvwmap. Переходим на подобъекты. Ставим box и чуть-чуть редактируем нашу текстуру. Дальше ставим, чуть-чуть отцентруем наш стол. И не забывайте сохраняться. И теперь я заново открыл эту же сцену, сохраненную. Здесь можно continue. Но нужно пути указать, потому что они не найдены сейчас. Нажимаем browse, потом дальше add. Нажали add. Здесь в пути вставили, по которому лежат наши текстуры. И окей. И не найденные текстуры нашлись. Теперь, выставив наш вид перспективный. Shift плюс F, чтобы увидеть рамку рендера. Так, чтобы хороший ракурс был. Нажали Ctrl C. Создалась камера из перспективы. Повернули, используя орбит, вид камеры. Навигация внизу находится. Дальше, Specify, WoW мы искажаем таким образом нашу перспективу. Этот параметр отвечает за то, как у нас будет раскрыта перспектива. Мы можем тут и скинуть галочку Specify, WoW. И использовать верхний параметр. Но, в принципе, никакой разницы нет. Дальше, мы берем следующую модель. Это модель светильника. И ставим вот над столом. А второй, над рабочей области кухни. Эти два светильника вместе с потолком. Дальше, перейдем на Edit Poly. И, используя Quick Slice в Edit Poly, создадим два ребра сквозь. И, теперь, создаем горизонтальные. Так, так. Теперь, выбираем полигон. Так, вот здесь еще одно ребро нужно. Опять, выбираем Quick Slice. Дальше, переходим на полигоны. Дальше, вставим наши светильники. Так, неправильно. Вот. Вот таким образом. И, после этого, выбрав полигон, выдавливаем вовнутрь. Единственное, у нас что-то не так с материалами. То есть, почему-то вот это основание, оно фиолетовое. Сейчас я поставлю как следует. Сейчас я возьму, нажму на вот этот инструмент, чтобы у нас все материалы сразу перешли на Corona Renderer, Corona Converter. Нажали Start Conversion. Так, теперь, вот этот материал, фиолетовый, нам нужно заменить на черный. Дадим отражение. Значит, Level, чуть-чуть фринеля. И, теперь, запустим рендер. Перейдя в пост, по умолчанию эта вкладка стоит. Мы можем справа в настройках подредактировать экспозицию, убрать пересветы. Как таковы, сейчас пересветов нет. Вот экспозиция. Повышая ее, становится ярче. Ну, и Highlight, Compress — это погасить пересветы, если у нас есть пересветы. Дальше. Я сейчас покажу, как перейти в настройки экспозиции. Например, если у нас V-Ray экспозиция стоит, мы ее можем скинуть вот так. Ну, если, например, бы у нас стояла экспозиция V-Ray Physical Camera, то у нас, я вот хочу это сейчас продемонстрировать, вот, а сейчас запустим рендер. Видим, что экспозиция у нас сейчас заблокирована. Здесь нужно скинуть просто экспозицию, то есть скинуть галочку «Актив». Ну, либо «No exposure» указать. Ну, тогда нам будут вот эти все параметры доступны. Ну, в том числе и просто экспозиция. Баланс белого я бы чуть сделал поменьше, то есть посветлее картинку. Так, применили новый материал к стене. Сделаем этот материал бежевым. Окей. Так, дальше. Выбираем камеру. Для этого нам нужно просто щелкнуть по названию камеру в левом верхнем углу. И вот здесь подредактировать перспективу. С орбит камеры чуть-чуть развернем наш вид. Со скроллом зажатым, с колесиком зажатым сдвинули. Внизу в навигации, используя инструмента, отдалились чуть-чуть, чтобы лучше нам было все видно. Дальше я беру настройки по точкам стены. Стену проем чуть-чуть расширяю. Потом перехожу в оконный проем. И чуть тоже редактирую под проход. Чуть повыше решил окно сделать. Ну и стены тоже под окно редактирую. Выбираю по точкам. Поднимаем. И обратно возвращаемся на Shell. Давайте посмотрим, что у нас получается сейчас. Можем чуть посветлее сделать. Так, ну и пошла настройка. Значит, я перешел в настройки UVW Map. Выбрав Gizmo, правой кнопкой щелкнув на масштабирование, вызвав счетчик по осям. Немножко подредактировал, увеличил карту, текстуру нашу и рендер. Теперь наши дощечки стали побольше, потому что они совсем маленькие были. Достаточно быстро рендер идет. Ну, стена очень простая. Хоть и модели много весят. Так. Мы закроем. В настройках включим denosing. Это после рендера будет мелкий шум уходить. То есть такой инструмент, который после рендера борется с шумом. Значит, этот нам шкаф уже не нужен. Переходим в линии формы. Создаем окружность. Эту окружность мы экструдируем. Это наш фон будет. И сейчас подберем фон. Нам нужно хорошего разрешения панорама. Так, сейчас посмотрим, что у нас тут есть. Выбор достаточно большой. Все текстуры, в принципе, вот здесь можно скачать бесплатно. Давайте зайдем в инструменты большие, выберем. Ну, например, вот эту. Щелкаем по ней. И переходим по ссылке. Даже, наверное, лучше не по ссылке, а щелкнем в полном размере. Вот. Ну, и таким образом сохраняем. Она в хорошем разрешении. Сохранить. После скачки показать в папке. Зажимаем, перетаскиваем. В 3D Max наш. Нажимаем теперь M. И в открывшееся окно кидаем. Вот наша текстура загружена. Дальше берем Corona Lite MTL. В TextMap кидаем. И применяем к нашей панораме, к нашей окружности. Два раза по Bitmap. Отобразили. Поставили черный свет. Дальше перешли в UVW Map. Здесь Box. И Normal применили, чтобы нормали вовнутрь развернулись, чтобы мы видели картинку. Теперь этот, настройки окружности, немного уменьшим радиус. Радиус сейчас большой. Где-то так. Ну, и, наверное, нужно повыше сделать. Перейдем в Extrude. Повыше. Нам еще хорошо бы установить, где у нас горизонт. Сейчас этим и займемся. Так, прежде нужно чуть-чуть подредактировать. Заходим в Gizmo, в настройки под объекты модификатора. Берем масштабирование. Ну и масштабируемся. Дальше выбираем камеру. Show Horizont. Show Horizont. Видим, где у нас должен горизонт быть. И нашу панораму немного опустим под горизонт. Ну, где-то вот так, наверное. Ну вот. Значит, самое важное, поставить, скинуть галочку Emet Light, чтобы света не было. От этой арки Visible, то Alpha Channel тоже скинуть. От этой окружности. Так, выбрать сейчас нужно стены. Вот. Выйти из режима редактирования всего. Выберем, значит, стены. Перейдем в ребра. Здесь Connect. Так, Connect. Два пускай остается. Раздвигаем и сдвигаем к стене. Соглашаемся. Так, это у нас окно будет. Берем полигон и Delete. Так, теперь нам нужно вставить окно. Давайте посмотрим, какое окно нам подойдет больше всего. Ну, пускай вот это 008. Вот оно у нас 008. Merge. Ставили примерно туда. Не забываем Turbo Smooth удалить у этой модели. У этого сборника группируем. Окей. Ставим, располагаем примерно. Так. И применяем Edit Poly. Теперь нам нужно по точкам аккуратно перенести. Чтобы не пересекались между собой эти точки. Но при этом, видите, когда мы поднимаем, у нас искажается чуть-чуть наша текстура. Поэтому Preserve UVS. Сохранить координаты. И теперь намного лучше. Так. Выделяем еще один ряд. Вот. Не нужно так, чтобы пересекалось. Можем даже сделать следующее. Взять, например, выбрать несколько вот так точек. И просто их отмасштабировать. Когда больше у нас места появится. Сдвигаем. Выделяем. Выделяем. И ставим на свое место. Теперь боковую часть тоже сдвигаем. И видим, что у нас неправильно развернуто сейчас наше окно. Поэтому берем зеркало. Разворачиваем. И видим, что вот эта ручка. Ну, вряд ли это окно бы открывалось. Поэтому мы удаляем ручку и петли. Так. Delete, Delete, Delete. Давайте еще раз посмотрим на рендер. Да. Не забываем конвертировать. Потому что вот вероинские материалы и корона их не поддерживает, естественно. Run Script. Script, Run Script. Потом корона конвертер. Start Conversion. Закрываем. И еще раз рендер. Фон не очень хорошо вставился. Вот. Чуть-чуть пересветы погасим. Надо фон чуть-чуть подредактировать. Выбираем. Окруженность. Берем UVW Map. И масштабируем. Пропорционально. Вот таким образом. Так намного лучше. Смотрим. Проверяем горизонт. В принципе, нормально. Так. Берем AutoGrid. Активируем. Берем Box. И вот такую... Как бы... Сейчас веранду создадим. Террасу. Так. Сдвигаем влево. Так. Alt-Q. Режим изоляции. И по привязке. По AutoGrid. Создаем вот такую линию будущего ограждения. Инженерные объекты. Рисуем. Ну, где-то 1000-1200 ограждения. А потом пик. И щелкаем по нашей линии. И дальше. Сегмент. Учет углов. Чуть зададим толщину. Нашим прутьям. Так. Здесь можно задать количество. Close. Дальше открываем свиток. И здесь тоже. Делаем потолще. Вот они там. Завершающие ограждения становятся толстыми. Ну и количество тоже. Пускай их чуть больше будет. Здесь тоже сделаем потолще. Давайте округлую выберем форму. Чуть приплюснутые, получается, эти прутья. Вот так, примерно, чтобы одинаково было, а не эллипс. И у нас есть хром, который мы создавали. Применяем. И материал для плиты просто серый создадим, да и все. Выходим из режима изоляции. Чуть-чуть высоту я хочу подредактировать. Запускаем рендер. Так, ну и свечение я бы сделал поменьше. Может потом больше сделаем. Так, здесь, значит, 5. Ставим меньше. Так, вот у нас рендер уже с ограждением. Можно в процессе создания, насыщения мебелью интерьера постоянно делать пререндеры такие тестовые, ну и постоянно редактировать настройки. Вот здесь единственное, вот эти вот швы, они чересчур, конечно, толстые, но точнее рельефные. Нам нужно просто в материалах сейчас сделать поменьше бамп. Возьмем пупетку, сразу находится у нас нужный нам материал, и снизим наш бамп. Посмотрим, будет ли этого достаточно. Спускаем рендер. И смотрим. Постоянно приходится делать пререндеры такие, ну, чтобы понимать, как у нас изменились материалы или какие-то параметры, так. Ну, стало чуть получше, но все равно большой бамп, конечно. Кого не должно быть. Значит, в материалах снизим еще. Вот так, не больше. Можно взять просто регион и отметить область, которую хочется быстрее посмотреть. Вот вверху регион. Просто выделяем рамочкой. И вот у нас быстрее происходит рендер. Единственное, только материал, чещур, глянцевый, ну, что в принципе может быть, в зависимости от задачи, от вкуса. Можно менять, можно так оставить. Так. Здесь можно различные настройки поизменять, посмотреть, как они влияют на итоговый рендер. Вот это тень улучшает. Вот ибо как кинематографическая такая обработка. Винетирование можно добавить, если это уместно. Ну, и свечение. Повышаем здесь значение. И вот у нас такая засветка получается. Ну, с данного ракурса это, ну, многовато значение, конечно. Так. Вот мы когда завершили рендер, у нас то, что мы поставили галочку denoising, вот я сейчас продемонстрирую. Хотя пассов очень мало прошло, рендер совсем чуть-чуть рендерился, но шум все равно значительно будет убран. Хотя, конечно, нужно побольше еще просчитать, чтобы он мелкий шум удалил. Но у нас сильное отражение, поэтому я, во-первых, увеличу фон и в паркете уменьшу фринель, силу отражения. Так, и вот эту же текстуру на рефлек-глосс у нас применим, чтобы не только отражало по карте, но еще и матовость была тоже по карте, по текстуре. Вот так, получше, в общем. Хотя, конечно, я бы еще бампа поменьше бы сделал. Давайте вообще его еще убавим, просто чересчур контрастная карта, поэтому сильный бамп влияет на материал. Значит, я бы сделал тут, убрал бы карту рефлекшн, глосс у нас и просто параметр глосса у нас уменьшил. Таким образом, получим общую матовость. И запускаем рендер. Материал станет более матовым, потому что смущает его отражение. Ну, опять-таки, это может быть, но хочется больше матовости. Посмотрим теперь вблизи на рендер. Ну, вот, намного лучше. Намного лучше сейчас пол выглядит. Рамку можно сюда перенести, посмотреть, как здесь выглядит. Тоже неплохо. Так, скрываем рендер, выключаем. Здесь я побольше все-таки сделаю. Так. И усилю отражение на стекле. То есть я пипеткой беру, щелкаю по... Так. Вот тот материал выбирается. Еще раз. Пипетка, значит. Подвинули вот это все, чтобы там не мешало. Ну, еще раз. Выделяется сзади фон. Надо было просто по раме окна щелкнуть и найти здесь стекло. Ищем, ищем. Вот у нас стекло. Значит, фринель просто увеличиваем. Еще больше не изменяем. Так, рамку надо выключить. Потому что будет не тот, не нужный нам отрезок рендериться. Пол мы уже посмотрели. Поэтому выключили рамку и общий рендер надо посмотреть. Так. Закрываем рендер. И теперь орбитой повернули. Чуть-чуть приблизили. Другой ракурс просто поставили. Поближе. Ну, чуть-чуть развернутый влево. Так. Ну, тоже хороший ракурс. Так, стоп. Ctrl-A. И несколько раз открываем группу. Опять Ctrl-A. Открываем группы. Ctrl-A. Это выделить все. Выбираем только свет. И нажимаем Ctrl-A. Сейчас мы будем изменять свет. Делать из одной сцены два освещения. Так, у нас еще не открылось. Но теперь все уже открылось. Значит, опять свет выбираем. Для этого нажимаем Ctrl-A. У нас весь свет выбирается. Потом Alt-Q. Это режим изоляции. В общем, вот у нас группа источников Instance. Значит, в рендере нам нужно Add нажать. Light Mix и Light Selected. И здесь нажать плюсик. Ну, и все источники света добавились. Мы будем ими всеми разом управлять. Ну, подписать очень важно для того, чтобы потом было понятно, что же у нас за что отвечает. Вот, отлично. Теперь еще один выделение света. Ну, и тоже подписываем. Частично я скопировал название прошлое. Скономить время. Так, выделяем. И если вот мы сейчас выделим, тут он нажмем, ну, выключим, то увидим, что это зависимо. То есть, эти источники света зависимы. Поэтому, поэтому Selected Instance здесь тоже. Значит, еще один Light Select. Вставляем название. Хотя нет, надо другое название. Так, и назвав, берем здесь, убедившись, что это все-таки инстанции, зайти нужно не в Tools, а в Edit и тут Select Instances и плюсик. Давайте вот это все, что уже добавили, чтобы не запутаться, просто поскрываем. Так, вот это, значит, Edit, не брать инстанции. Hide Selection. Так, потом вот это тоже выбираем. Так, вот это отдельный тоже светильник у нас. Это еще одна Light Select, Select Instances. Нажимаем, ну, как бы, тоже, естественно, название для того, чтобы потом легко было найти и изменить какие-то источники света. Называем. И не нажимаем, не забываем нажать плютик. Hide Selection. Так, ага, это один продолговатый план. Добавляем его к прошлому ноду. Рендер элементу, точнее. Ну, здесь то же самое. Select Instances. Так, сразу два добавим просто. Так, еще один Select. Окей. И плюсик. Ну, прежде назовем, что это светильники. Плюс. Готово. Теперь все. Unheight All. И запускаем рендер. Это один вид освещения у нас. Но мы еще добавили Light Mix. И поэтому можем из дневного сделать спокойно ночной. То есть делаем один рендер, а получаем две картинки. Видим, как потихоньку уходит шум. Надо помнить, что этот рендер, паст-трейсинг в короне, он бесконечный. Вот. Можем чуть подредактировать glow. В общем, переходим в Light Mix. И нажимаем все в ноль. Видим, что все погасло. И вот это у нас подсветка из шкафа сзади. То есть можем даже вот и такой свет один сделать, как вариант. Вернем в ноль. И вот это у нас уже работает подсветки наши подписанные. И мы всегда будем знать, какая подсветка где, потому что мы правильно подписали. Значит, общий заполняющий свет мы можем сделать холодным и тусклым. Ну, как будто это ночь. Потому что ночью небосвода с выдержкой. Ну, фотоаппарат фиксирует вот такой вот заполняющий холодный свет. Значит, светильники можем прибавить. И светильники, например, можем холодного цвета, тёплого цвета сделать. И вот такой контраст. Холодный и тёплый получается. Здесь можно корректировать как удобно, как угодно. Интенсивность ставить. Справа свет выбирать. Конечно, очень удобно. В V-Ray тоже такое было, но это было не очень удобно реализовано через плеер. И работало как-то не очень по-человечески, не очень удобно. Это можно редактировать и в процессе рендера, и после рендера, когда уже денозер пройдёт. Например, можно в процессе сохранять просто Beauty Pass. А можно и перейти на Light Mix и его сохранить, этот рендер элемент. Самое важное – нажать во фрейм-буфере, вот там, где рендер идёт, на Stop. Тогда денозер будет работать, не на Cancel. Можем добавить, например, Contrast, или Saturation, можем добавить насыщенность цветов. Ну, различные настройки, которые будут нашу картинку изменять. Вот, экспозицию. Можно просто ползунки двигать, эти счётчики изменять и добиваться нужного результата. Можно ещё добавить глубину резкости, это фокусирование на каком-то объекте, на заднем или на переднем плане. В общем, создаём новую камеру физическую, переходим на неё, выбираем слева её цель, Physical Camera Target. Активируем Depth of Field, и теперь у нас будет работать наша глубина резкости. Единственное, при создании у нас физическая камера свою экспозицию поставила, поэтому мы её деактивировали, скинув галочку Active. Так, здесь нам нужно интерактивный рендер запустить. И чем ниже вот это вот значение, тем у нас сильнее будет размыт либо фон, либо передний план. В зависимости от того, куда мы цель, куда мы таджет поставим. Вот сейчас мы таджет выровняли по объекту впереди. Ну и то же самое мы можем сделать и с первой камерой, поставив цель на кухню. Точно так же Start Interactive. Так, сейчас не очень заметно, поэтому F-Number понижаем ещё, так, чтобы это было нагляднее. Вот, у нас начинает размываться передний план. Так появляется ощущение объёма, глубины. Это самый простой приём в фотографии, ну и, естественно, самый действенный в визуализации, для подчёркивания глубины. В общем... Вот у нас размывается. Вот, ну, давайте сфокусируемся посередине нашего стола, чтобы чуть-чуть размывался задний фон. Так, я заметил то, что нету плинтуса. Воспользовавшись SWIFT-профилем, который мы ранее установили, создали профиль, применили материал и запустили рендер. Так, я бы расширил ещё окно. Выключаем привязку. Сгруппировываем. Закрываем группу. По точкам переносим. Так. И вот я вижу то, что... Ну, в процессе переноса, ну, что-то... Тут повредило нашу геометрию. Выбираем полигон. Дальше один полигон. Зажимаем SHIFT. По соседнему щёлкаем. И потом выравниваем по Z. Переходим на камеру. Ага, только куда-то у нас подевалось окно. Это потому, что мы неправильно выделили. Вот эти нам полигоны не нужны. С Alt зажатым скидываем выделение. И вот теперь выравнили. Можем создать и карниз. По привязке точно так же. Прощёлкали. Применили этот плагин, который ранее установили. Здесь просто развернули по одной оси и по X чуть-чуть сдвинули вовнутрь помещения наш карниз. Перешли на камеру. По Y вниз опустили. И я вижу то, что сечение достаточно большое. Нам нужно его сейчас подредактировать. Нам нужно достать то сечение, с которым было создано. Значит, экстракт. Здесь зависимую копию. Вот. Взяли сегменты. Выделили Ctrl-A все сегменты. И нам нужно отмасштабировать. Вот. Масштабируем. И сразу это сказывается на нашем карнизе. Запускаем рендер. Сейчас посмотрим, как это выглядит. Так. Тёмный не очень смотрится. Карниз. Давайте я копию сделал. Shift-On. Цвет поменял на светлый. Вот так получше. Единственное, вижу то, что нужно сдвинуть. В принципе, я и сделал ближе к стене. Ну и пошёл рендер. Нужно чуть-чуть подождать. Так. Увидел то, что нужно сдвинуть сейчас ручку. Сдвигаем ручку. По элементам. Так. Ну и вот. Рендер закончился. Нажимаем Save. Сохраняем. Можно в JPEG. Здесь Best. Ок. Так. Я ещё раз нажму так, чтобы у нас расположение было открыто. Запущу Photoshop. Так. Я выключу. Так вот, зажав. Открываем. И тут постобработки будет минимально. Фильтр усиления резкости. Контурная резкость. Сначала я сделаю радиус меньше эффекта больше, подчеркнув мелкие детали. Вот. Было так, стало так. Потом фильтр усиления резкости. Тот же самый. Фильтр, только на этот раз эффекта меньше, радиуса больше. Таким образом, придадим контрастность больше. ОК. И добавим хроматические аберрации. Такие эффекты. Такой эффект искажения линзы. Коррекция дисторсии. Заказная. Вот. И виньетирование тут можно ещё делать. Нам сейчас всего лишь хроматические аберрации нужно добавить. и больше ничего нам не нужно. Ну, вот сейчас достаточно много я добавил хроматических аберраций, чтобы продемонстрировать. Вот. С хроматическими аберрациями. Вот. Бес. Это вот такая кайма. Красно-зелёная. Появляется на контрастных участках. Так. Отменим. Значит, коррекция дисторсии. Заказная. И буквально чуть-чуть. Вот. Столько достаточно. ОК. Чтобы в глаза этот эффект не бросался. Редактор субтитров Н.